По следам древнерусских поверий и легенд в музее Первого Совета открылась выставка Натальи Демьяненко «Русальная неделя». На экспозиции представлены акварельные работы и текстильные куклы. Все произведения так или иначе связаны с языческими образами. Ее работа узнаваема. Узнаваема прежде всего точностью исполнения, какими-то интересными деталями, которые выгодно отличают ее работы от работ остальных дизайнеров. Она очень требовательна к себе, это ощущается в каждой работе. Творчество ее полно каких-то необыкновенных красок. Она очень светлая, солнечная, видно, что она идет от души. Здесь целая эпоха древних славян со своими верованиями и сказаниями. На акварелях причудливо сплелись языческие мотивы и природа. На картинах можно увидеть таинственных русалок, цветущий папоротник, птицу-берегиню. Все работы посвящены празднованию «Русальной недели» у славян. Времени перед днем – летнего солнцестояния, праздником Ивана Купалы. «Русальная неделя» – это, как правило, время, когда из земли вылазит, может быть, всякая нечисть, но она такая сказочная, она такая интересная. И так мало про это известно. Это открывает такой широкий простор фантазии, что я просто-напросто обожаю всех этих русалок, домовых, леших. Невозможно без восторженного вздоха пройти мимо удивительных тканевых кукол. Где-то суровые и строгие, где-то смешные и милые. Эти игрушки невольно притягивают взгляд. Здесь симпатичный домовой, статный хозяин, забавный кот рыболов и сказочный баюн. Наталья признается, создавать такие куклы можно только под влиянием музы, без всяких эскизов и выверенных конструкций. Любая вышивка, любая ручная работа – это оберег для дома. Если вы вложили туда тепло, а тем более кукла, которая является хозяином вашего дома, вот когда мне заказывают или я кому-то дарю куклу, я дарю куклу, вот как этот рыбачок с хвостиком, именно тому человеку, который заслуживает. Параллельно с выставкой здесь проводят фольклорные занятия для ребят из школьных лагерей. Экспозиция теперь будет очень удачно дополнять лекции. Увидеть чудеса, в которые верили наши предки, смогут все желающие. Выставка продлится до 30 июля, хотя, по словам организаторов, наверняка будет пользоваться огромным успехом и задержится еще на пару русальных недель. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.